Всем привет! Сегодня будет последняя часть фаворитов по вашим запросам. Вы хотели послушать о парфюмерии, также просили рассказать о дополнительном уходе, о волосах, о ногтях. Поэтому обо всем по чуть-чуть. Я надеюсь, что это видео будет для вас полезным в первую очередь. Для этого, собственно говоря, я его снимаю. И давайте начнем именно с ароматов. В прошлом году я, конечно же, продолжала пользоваться моими постоянными любимцами. Это и Armani Code, и Mugler Alien, и зеленый с ароматом травы Hermes. Я сейчас обязательно о ком-то забуду. Но все то, что я постоянно обновляю, когда флакончики заканчиваются. Но в прошлом году появилась одна нота, которая в прямом смысле слова зацепила меня за живое. Это ирис. Все ароматы, которые я пробую именно с ирисом, они ассоциируются у меня с какой-то чистотой, невинностью, с ухоженностью. Все эти ароматы про нежность. Каждый аромат с нотой ириса, именно во главе, мне хочется примерить на себя. И я представляю все эти ароматы в каких-то белых таких лаконичных флакончиках. Мне даже самой хочется облачиться во все белое. И этими ароматами хочется заканчивать свой день и начинать его. Потому что они ассоциируются у меня с чем-то таким комфортным. Они сейчас очень хорошо подходят мне по состоянию духа, по настроению. Для меня эти ароматы в каком-то плане интимные, которые хочется сохранить только для себя и человека, который находится ко мне чуточку ближе. Который как бы получил вот это разрешение находиться настолько близко ко мне, чтобы почувствовать их. И эти два флакончика так и называются Ирис. Один из них от Lancome, второй от бренда Prada. Они абсолютно разные. И я не хочу забрасывать их в один мешок. Нет. Но если вам нравятся такие очень чистые, в меру сладкие, пудровые ароматы, то советую присмотреться к ним. Если вы ищете что-то такое, что можно попробовать, потестировать в свободном доступе, то у бренда Calvin Klein есть аромат The One, который вызывает у меня очень похожие эмоции. И он не слишком дорогой. И по стойкости все они приблизительно одинаковые. И вот этот аромат от бренда Prada настолько мне нравится, он настолько меня успокаивает и умиротворяет, что я храню его на туалетном столике рядом с кроватью. И когда я не могу уснуть, я вдыхаю его. Может это странно, но он меня очень сильно расслабляет. Более сладкий такой, он более согревающий, он более стойкий, потому что это парфюмированная вода от бренда Lancome. Очень такая элитная упаковка на магните. Она тяжелая, она выглядит очень презентабельно. И мне ее подарили. Вы знаете, я с удовольствием пользуюсь этим ароматом. Он также ассоциируется со всем тем, что я описала ранее. А вот третий флакончик будет немножко из другой категории. И это обновленный аромат бренда Eisenberg Back to Paris. Я признаюсь абсолютно честно, что если бы не моя дружба с брендом, если бы не другие блогеры, скорее всего никто в парфюмерном магазине не приложил бы мне попробовать этот парфюм. И очень зря. Если вы ищете чего-то в меру сладкого, чего-то, что подарит вам ощущение легкости. Вот знаете, это как поехать в другой город, почувствовать свободу, влюбиться, потеряться и вернуться в вот этой эйфории. И у меня так было именно с Парижем. То есть я поехала туда один раз, я практически ничего не увидела. Мне настолько понравилась атмосфера этого города, что я вернулась и сама себе пообещала, что я поеду туда второй раз. Я настолько сильно этого хотела, что судьба преподнесла мне такой подарок. И буквально через несколько месяцев я снова оказалась в Париже. И то, что я сказала, вот ощущение легкости, какого-то шика, нелегкомысленности. Я не посмотрела, какие здесь ноты. Это и не юный аромат, и не слишком взрослый. Он очень тонкий, роскошный. Он не шлейфовый. Он не слишком стойкий. Но почему-то вот этот аромат действительно ассоциируется у меня с ощущением какой-то легкости, как глоток свежего воздуха. Если вы никогда не могли себе подобрать вот именно свой аромат в бренде Айзенберг, попробуйте этот. Или если вы ищите такой элегантный, меру сладкий аромат, который будет уместен к использованию в любом случае в вашей жизни на каждый день. Аромат, который не будет раздражать ни окружающих, ни вас в первую очередь. Back to Paris. Я не знаю, каким был оригинальный Back to Paris, но этот однозначно завоевал мое сердце, и он останется в нем надолго. Кратко о ногтях, потому что здесь все предельно ясно. В прошлом году я вернулась к выполнению маникюра, к снятию, также к повторному нанесению гель-лака в домашних условиях. И радости нет предела. 4 года тому назад я пользовалась продукцией Semilat. И сейчас могу сказать лишь одно, что у них только улучшается качество. В моей домашней коллекции нет ни единого гель-лака Semilat, который бы меня разочаровал, который бы держался хуже, чем остальные, который бы плохо наносился. Вы знаете, что я люблю нюдовые ногти, и не все гель-лаки хорошо себя ведут, хорошо себя проявляют. Мне очень нравится формула гель-лаков Semilat. Она более густая, мне с ней просто работать. Меня покорила их база, которая выравнивает структуру ногтя, которая сама распределяется. Называется она Leveler. И я обязательно оставлю вам все ссылки внизу и на представительство в России, и в Украине. И я также напишу вам мои самые любимые цвета. На моих ногтях чаще всего находится какой-то гель-лак в нюдовом оттенке. И хочется больше всего выделить Frappe. Это мой идеальный бежевый нюд, который красиво смотрится на руках. И также такой полупрозрачный, нежнейший цвет для френча, который я использую в качестве самостоятельного средства. Смотрится замечательно, потрясающе. И он так просто наносится. Это номерок 2. И также в прошлом году я открыла для себя средство для ленивых. Средство 5 в 1. Это и база, и топ, и покрытие, и цвет, и средство, при помощи которого можно корректировать и форму, чуть наращивать, удлинять ногтевую пластину. И оно безупречно наносится. Имеет очень красивый оттенок. Это все то в 1, что я перечислила ранее. И у меня оттенок 802. Очень аккуратно смотрится на ногтях. И при этом можно наносить всего лишь 2 слоя. Держится точно так же до 3 недель без проблем. И хочется еще раз выделить средство от бренда Дерма Э. Оно идет с АХ-кислотами. Поэтому подойдет каждому типу кожи. Его очень просто использовать. Наносим в качестве сыворотки или в качестве основного средства после домакияжа, после ощущения кожи, именно вечером, 1-2 раза в неделю. Настолько бережно поддерживает кожу в хорошем состоянии. Или если вы только начинаете, то поможет вам окунуться вот так с осторожностью все-таки в мир кислот. У меня есть отдельное видео на эту тему. Если вы еще не посмотрели, то советую. Там много всего полезного. И я продолжу пользоваться этим средством даже тогда, когда за окном начнет появляться солнышко. Настолько оно нежное. Но я еще раз говорю о том, что мы обязательно пользуемся SPF утром. И так как я пользуюсь кислотами, я недавно была у косметолога, но я все-таки буду продолжать делать кислотные пилинги дома. И я на данный момент отдаю предпочтение домашнему уходу. Теперь это мое окончательное решение. И вот когда вы пользуетесь кислотами, кожу нужно обязательно отшелушивать. И в первую очередь, щеточку я отложу. Это, кстати, не рекламная интеграция. Ой, я о ней вспомню чуть позже. Я просто действительно считаю, что это очень классный гаджет. Но не незаменимый. Достойный денег, но без него тоже можно жить. Первое средство, которое хочется посоветовать вам для бережного отшелушивания, это маска, которая, скажем так, растворяет омертвевшие клетки. Это энзимный пилинг. То есть не что-то с частичками, а что-то, что мы наносим, да. Смываем и кожа после него настолько мягкая, как попка ребенка. Очень редко что-то такое говорю, но я представляю, сколько стоит это средство, потому что это не бюджетный бренд Элемис. Мне он попался в коробочке красоты Look Fantastic. И я с удовольствием использовала практически всю упаковку. И даже иногда заставляла себя пользоваться чем-то другим, потому что так немножко экономила. Очень-очень классный энзимный пилинг. И в категории тоже энзимных таких легких отшелушивающих средств, которые именно убирают все шелушинки, но бережно. То есть это не что-то, что вам раздерет кожу, знаете, там. Это те средства, которые вы можете использовать и после кислотных пилингов, и на чувствительной кожи, на какой-то нежной, на пересушенной. Вот эта штука еще и увлажняет. В общем, здесь одни плюсы. Это энзимная пудра от бренда By Wishtrend. Я покупала ее на iHerb. И иногда я ее умываюсь или утром, или вечером, в зависимости от того, какой у меня там бьюти-ритуал и насколько сильно я тороплюсь, или насколько сильно меня торопят мои дети. Это энзимная пудра с зеленым чаем. Имеет очень легкий аромат, вот прям такой чайный. Чуть-чуть высыпаем на рук, потом... Я обычно высыпаю на влажные ладоши, ничего не буду придумывать. Я не люблю вот эти танцы с бубнами. Когда у меня влажные ладошки, я умываюсь, высыпаю себе чуть-чуть и дальше начинаю умываться. И вы ощущаете такое легкое эскрабирование, но это не раздирание кожи. И после этих средств кожа настолько гладкая, настолько приятная, вот по тактильным ощущениям. Балдею очень нравится. Если же вы намерены купить щеточку Foreo Luna, иногда девочки мне пишут, Оль, ты ничего не говоришь, у тебя есть эта щетка. Меня немножко раздражало то, что была такая, знаете, агрессивная рекламная компания Foreo Luna. И я на год о ней замолчала. Но так, откровенно говоря, между нами, мне просто не хотелось получить какую-то волну хейта, что о, и ты тут со своей щеткой. Гаджет замечательный. Он очень хорошо бережно отшелушивает кожу. Для меня он не сравним с кларисоником. Я его ни разу не заряжала. С тех пор, как получила, зарядила и все. То есть он работает уже больше года. И я чередую в использовании все эти средства. Я бы не пользовалась этой щеточкой каждый день, если у вас чувствительная сухая кожа. Но несколько раз в неделю мне прям очень нравится. Можно использовать в душе. И массажная функция мне в ней нравится. Если вы хотели узнать мое мнение, то я считаю, что это очень хороший гаджет. У меня есть и такая маленькая версия. И всеми ими я пользуюсь. Теперь самая обширная тема это волосы. И в своем инстаграме я сказала о том, что мне наконец-то удалось восстановить густоту тех волос, которые я помню еще до беременности. То есть 6 лет тому назад. Если вы не знаете, то у меня двое детей. И пауза между двумя родами у меня 2 года. То есть разница между детками у нас 2 года. Мало того, за это время я пережила несколько стрессов. Это и операция ребенка, и потеря очень близкого мне человека. И это все сразу сказывается на моих волосах, то есть на их количестве. Несмотря на то, что у меня их и так немного, они еще и выпадают, как только я стрессую. И когда волосы начинают отрастать, и они у тебя длинные, то тебе постоянно кажется, что их мало, так как им нужно очень много времени для того, чтобы сравняться с основной длиной. И вообще я хочу сказать, что решение обрезать волосы было самым лучшим решением в прошлом году. Я хочу немножко подровнять кончики, но это еще посмотрим. Это не точно. Что я делала для того, чтобы восстановить густоту волос? Отпустила ситуацию. Просто перестаньте зацикливаться на этом, потому что очень часто мы блокируем себя, блокируем свой организм. Как бы банально это ни звучало, но иногда природе нужно помочь. И лично я всегда делаю все такое в мерах разумного, чтобы потом не жалеть, что я когда-то там вовремя не среагировала. О чем я сейчас говорю? Я пользовалась ампулами Плацент Формула. Я проходила два курса, покупала их. Также я втирала себе в корни такое средство, оно стоит копейки, от бренда Янтар. Это такой очень эффективный микс различных растительных экстрактов. На это средство масса положительных отзывов. Я сама видела, что после него волосы очень быстро растут. И, кстати, его точно так же, как и Плацент Формулу, можно использовать и во время лечения, во время или после химиотерапии, если вы кормите грудью. В общем, во всех ситуациях пользоваться можно, и это безопасно для вашего здоровья. И я брала вот этот Янтар, просто наливала его на руку. Сейчас, по-моему, он продается в спреи. И вот аккуратно массажировала корни волос, и все это втирала в волосы. Я не могу сказать, что я это делала с какой-то там сумасшедшей регулярностью, но эффект был. И еще есть такой пилинг для кожи головы. Я свой покупала на iHerb. Есть более дорогие варианты на том же Look Fantastic, которые отправляют по всему миру. И я очень боялась таких средств, потому что мне казалось, что они будут застревать в волосах там, или будут жирнить корни. Наоборот, на пилинги, вот именно качественные, хорошие, они дают такую сумасшедшую пену, они так хорошо, оно бережно очищает кожу вашей головы. И опять же, вы выполняете массаж, стимулируете рост волос, активируете как бы работу вот этих луковиц. Но все это нужно делать аккуратно. Вы ничего себе там не травмируете, не повырываете волосы, все без проблем смывается. Этот пилинг то ли на основе соли, то ли на основе сахара. Я соли очень давно покупала, и его хватает надолго. Я и с подружкой делилась, и мой муж любит эти средства. И конкретно этот пилинг пахнет чем-то таким приятным, сладким, сливочным. В общем, одни плюсы от использования. И так как я говорю, пилингом для кожи головы пользуюсь не только я, которая способна вытерпеть многое ради красоты, а еще и муж. Но сейчас он доиспользует баночку от какого-то бренда. В общем, пользуется просто другим пилингом для кожи головы. Я также пропивала курс биотина. Пила два раза. Я покупаю его на iHerb. Там такая мощная дозировка, но говорят, что для здоровья это безопасно. Я жива, как видите, со мной все в порядке. И я перестала пить биотин несколько месяцев тому назад. После того, как меня осенью очень неудачно постригли, волосы все равно быстро отросли. Мне кажется, что там такой накопительный эффект. Возможно, все то, чем я пользуюсь, как-то работает. Питание тоже имеет значение. И то, о чем мы думаем, и как мы себя программируем именно мысленно, мне кажется, что тоже имеет значение. С тех пор, как я обрезала волосы, мне приходится укладывать их практически каждый раз, когда я мою голову. И тут несменным фаворитом остается средство от Kerastase, которое я покупала очень давно. Его надолго хватает. Это не бюджетный бренд, но тем не менее, оно того стоит. Это линейка Материалист. Не утяжеляет корни и на длинных волосах не особо хорошо себя проявляет. Он уплотняет волосы, это такой как бы легкий гель. То есть он уплотняет волосы, делает их более послушными, более тяжелыми, но только не жирными, не склеенными. А вот если у вас тонкие волосы, то вы понимаете, о чем я говорю. У меня довольно много волос на голове, но они тоненькие, они светлые. Ну, так себе. В общем, если с ними ничего не делать, то они будут прилизанными, выкрученными в разные стороны. И такого эффекта не будет, хотя бы такого, да? Вот. И у меня есть отдельное видео, где я показываю, как я всем этим пользуюсь. И еще хочу сказать, что каждый раз после мытья волос я пользуюсь маслом. Таким вот классическим силиконовым маслом. На данный момент у меня два. От Керастаз и от Эльсеф. И, пожалуйста, фанаты Керастаз, не обижайтесь на меня. Но я не вижу какого-то действия под названием «Вау». Для меня это практически одинаковое средство. Я не сравнивала составы. Но по действию то же самое. Я бы не ощутила какой-то разницы. Я не вижу, чтобы с Керастаз у меня больше как бы блестели волосы, чтобы они выглядели как-то еще лучше. Оба масла рекомендую. Это то, что не лечит ваши волосы, а просто разглаживает, усмиряет их, не утяжеляет волосы. Волосы прекрасно расчесываются после таких масел. Но, пожалуйста, не ждите от них какого-то восстановления, питания. Для меня это повседневный уход, который позволяет волосам выглядеть ухоженными, красивыми. Чтобы они так рассыпались, чтобы они красиво укладывались. Чтобы они были защищены от воздействия окружающей среды. Как бы банально это не звучало. С тех пор, как я начала пользоваться маслами, а чаще всего я покупаю вот это, я заметила, что у меня не ломаются волосы. Кстати, они не раздваиваются. Я также не заметила ухудшения состояния волос. Даже несмотря на то, что я пользуюсь утюжком. А утюжком я пользуюсь уже целый год. Я оставлю вам ссылку на него. Есть и другие модели. Я не отрицаю. Я никого не агитирую. Скажу только так, что у меня волосы не пересушены. Они не раздваиваются. Они опять же не ломаются, повторюсь. И я более чем довольна этим утюжком. Если вы хотите потратиться и купить какой-то гаджет, который будет помогать вам укладывать волосы, при этом не будет их травмировать. Здесь нет даже регуляции температуры. И я ни разу не слышала, чтобы мои волосы шипели. Чтобы они там подгорали, еще что-то. Им можно также делать локоны. Но я себе не нравлюсь с локонами. Поэтому я даже не экспериментирую. Там несколько раз посмотрела, попробовала, как это выглядит. И на этом все. Мне больше нравится, когда у меня вот такие волосы, как сейчас. Когда они так лежат. И обычно я прохожусь по концам. Не вытягиваю волосы прямо от корней. А где-то вот от середины уха вниз. Если я вижу, что моя укладка этого требует. Еще у меня есть расческа, которая крутится. Я также показывала вам ее в укладке. И ею я пользуюсь. Ну так, иногда. Не каждый раз, когда мне хочется придать волосам прям реальный объем. Сегодня я, к примеру, ее не использовала. Но, несмотря на то, что я не слишком часто делаю маски для волос, я просто ленюсь. Признаюсь честно, есть у меня одна маска, которая заставляет, которая мотивирует меня возвращаться к ней вновь и вновь. И это бренд Виши. Это их линейка Деркос. Деркос. Может это вообще не так читается, но выглядит эта масочка вот так. Она призвана восстанавливать волосы, защищать, придавать им гладкость. Эта маска обогащена разными маслами. И я скажу о действии. После нее обалденные, блестящие волосы, как после салона. И пахнет она очень приятно. И ее надолго хватает. Причем, знаете, у нее такой аромат вот какого-то натурального ухода. Только вот этого приятного натурального. Потому что бывают такие, как не очень. А вот эта масочка пахнет чем-то освежающим. И класс. Мне очень нравится. Иногда, когда прям сильно лень, наношу в качестве бальзама. И все равно есть вот этот эффект. Ничего себе. Очень советую попробовать. Может она где-то есть в меньшем объеме. Шикарная маска, которая дает результат вот здесь и сейчас. И последней категорией будут маски для лица. Дополнительный уход. Еще раз назову нескольких постоянных любимцев. Первая это отшелушивающая, очень нежная маска. Она может немножко покалывать. Но даже когда у меня такая чувствительная кожа, я все равно ею пользуюсь. А когда все-таки хочется пользоваться кислотами. Но понимаю, что 5% это уже много. Такие случаи тоже бывают. Или когда я совмещаю и кислоты, и витамин С. Или хочу воспользоваться вот этой сывороткой. Сначала я отшелушиваю. И как бы освежаю кожу при помощи вот этой тыквенной маски. Она идет с гликолевой кислотой. Здесь также есть энзимы тыквы. Кто-то говорит, что она слабенькая, что она ничего не делает. Возможно, у вас более плотная кожа, которая требует таких кислот посильнее. А для меня этого достаточно. Пахнет она натуральным тыквенным пюре. И, ну, есть люксовые маски, которые дарят какие-то там ощущения. Что-то это для меня работающая лошадка. И мне нравятся натуральные отдушки. Это недорогая маска, которую я покупаю снова и снова. Я не знаю, это шестая упаковка. Или, может, даже уже больше использовала. Под глаза маска с эффектом, как после салона. Она очень хорошо восстанавливает. Она очень хорошо увлажняет. Она не раздражает глаза. Иногда я прям наношу такой плотненький слой на ночь. В качестве ночного крема. Это бренд Jaya. Он идет, он. Она идет с керамидами. То есть, то, что очень нужно нашей коже. Для восстановления липидного баланса. Для восстановления защитного барьера. У нас, ну как, у меня так точно. Очень сильно пересыхает область под глазами. Как раз вот этот период. Хуже всего для меня январь, февраль и март. Это всегда полный ужас. И вот эта масочка стоит несколько долларов. И ее можно приобрести только в официальном магазине Jaya. То есть, в стационарном, возможно, в онлайн-магазине. Но, скорее всего, они не отправляют за границу. Поэтому, вот такой момент. Но, если где-то найду ссылку для международной доставки. То обязательно с вами поделюсь. И вот еще одно, что меня очень сильно порадовало. Это тканевые маски от бренда Benton. В этом году, в прошлом, точнее. Мне полюбились тканевые маски в зеленой упаковке. С алоэ. Они очень хорошо увлажняют, успокаивают. А вот эти убирают покраснение. Даже если вы что-то себе там расковыряли. Эти масочки идут с центеллой азиатской. Которая обладает заживляющим действием. И, в принципе, когда снимаешь тканевую маску. То уже видишь, что покраснение. Что какое-то раздражение стало менее красным. Менее таким воспаленным. Каким-то раздраженным. И разъяренным. А утром понимаешь, что все уже гораздо лучше. Для меня это маски спасения. И я вот и ту, и другую советую. То есть, зелененькую и вот эту. И последняя. За которую вы должны меня простить. Это капец как дорого. Но в свое оправдание я скажу, что одну из этих масок я купила сама. И как только вторая закончится, я откажусь от кофе в кофейнях. Но куплю ее себе снова. Это две маски от бренда Айзенберг. Одна у меня еще с прошлого года. И она из осветляющей линейки. Такую же я купила своей свекрови. Потому что у нас бренда Айзенберг иногда появляется на хороших скидках. В этом году нам не повезло. Но зато в России было минус 50%. И вот тогда я советую запасаться чем-то, что вы хотели бы попробовать. Или своими какими-то мастхевами, фаворитами. Эта маска действительно осветляет кожу. Когда она красная, какая-то такая непонятная. Когда мне хочется ее увлажнить, но не перепитать. При этом я пользуюсь этой масочкой. И кожа очень спокойная после нее. И она имеет настолько равномерный оттенок. Мне очень нравится. Я уже не первый раз ее вспоминаю. Не так часто о ней говорю, потому что это очень-очень дорого. Я стараюсь искать что-то подешевле, что-то более доступное. Так как мне самой не всегда, даже не то чтобы хочется. Я не всегда могу просто пойти в магазин и купить себе маску там за 100 долларов или за 80. Я точно не знаю сколько она сейчас стоит, но я ее покупала за 170 злотых. И вторая маска от Айзенберг имеет гелевую консистенцию. В отличие от предыдущей, она такая более кремовая. Это очень легкая. И когда я выполняю кислотные пилинги дома, мне хочется увлажнить, восстановить, успокоить кожу. Они разные по действию. Эта маска не так сильно выравнивает, осветляет кожу. То есть она просто увлажняет ее. И так как я сказала, приводит в такое комфортное состояние. И это такая экспресс маска, которую наносишь на 15 минут и тоже видишь результат. То есть сразу можно и краситься. И эти маски не забивают поры. Многие увлажняющие маски то оставляют что-то жирное на лице, то как-то так некомфортно с ними. Это хорошая масочка. Если хотите побаловать себя чем-то, я вам скажу так. У меня лежит маска от бренда Хелена Рубинштайн. И она стоит 150 долларов. И она мне так забила поры, что она появится в разочарованиях за это. И я ее за это ненавижу. Это те маски, которые я могу советовать, если вы предпочитаете люкс. Или хотите купить себе какой-то классный дорогой подарок. На этом у меня все. Я надеюсь, что вам было интересно. Мы наконец-то закончили рубрику фаворитов. И теперь можем начинать Новый год с чистого листа. Будем разговаривать о новой косметике. Но есть такие фавориты, которые постоянно остаются со мной. Вот такой я иногда скучноватый блогер. Но просто если что-то работает, то не хочется его менять на что-то другое. Но я все-таки заставляю себя пробовать что-то новое. Потому что всегда найдется что-то, что тебя впечатлит еще больше. Если не сейчас, то чуть позже. Я вас крепко обнимаю, целую. Желаю вам хорошего времени суток, когда вы меня смотрите. Все, пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.